Привет, друзья, я Григорий Герман. Переговоры между Россией и Украиной напрямую невозможны. Об этом говорит украинское законодательство. Однако президент Украины заявил, что возможны переговоры через посредников. А выгодно это для Украины или нет? Кто может быть таким посредником и кто будет гарантом? Или гарантом будет, собственно говоря, посредник. Но тогда требования к этой стране, стране-посреднику, возрастают многократно. О возможных переговорах, а также о том, как себя чувствуют и будут чувствовать в ближайшее время один из возможных гарантов Соединенные Штаты, где предвыборная кампания начинает потихоньку превращаться в хаос. Воспользуется ли Путин этим хаосом? Что он может сделать? Все это мы обсудили с Иваном Ступаком. Оставайтесь, будет интересно. Два вопроса. Два вопроса, которые сейчас находятся на самом острее информационной повестке по всему миру. Но начнем с того, который ближний. Самым непосредственным образом касается Украины. О переговорах сейчас не говорит только ленивый. Появляются бесконечные варианты позиций, в основном только русских, которые озвучивают все, кому не попадя. Даже Гордон уже что-то озвучил. Вот. Первое. Давай будем основываться от высказывания официальных лиц. Президент сказал, что переговоры могут состояться с участием посредника. Что, в принципе, решает дилемму невозможности переговоров с Путиным согласно законодательству Украины. Как, по-твоему, какой может быть схема этих переговоров? Чем это все может отличаться от переговоров напрямую? Смотри, напрямую президент Зеленский запретил себе вести какие-то переговоры с теперешним руководством Российской Федерации. Это мы знаем. Отмотать обратно, ну это признать какую-то... Ну, мне кажется, это не по-пацаняче, но вот почему-то мне так кажется. И как вариант, ну как вариант, я... Ну, все варианты... Ну, вернее, первый вариант не выбрасываю. Как вариант, мы с тобой говорили, это зерновая сделка. Вспомни, пожалуйста, зерновая сделка с Российской Федерацией. Не было ни подписано на одном листе бумаги ничего. Вообще, от слова совсем. С Российской делегацией за одним столом не сидели. Как говорится, в одном поле даже не сидели. Как это выглядело? Текст, ну, лист бумаги, текст, подпись Украины, внизу ООН и Турция. Аналогичный текст, другой листик бумаги. Россия, ООН, Турция. Гаранты. Все. В принципе, теоретически может выглядеть вот таким вот образом. То есть, ну, это если мы исключаем вариант, что президент Зеленский сам отменит свой указ о запрете себе введения переговоров с Российской Федерацией. Приблизительно, предварительно посредник уже вырисовывается. Не факт, что он будет конечным, не факт, что он будет единственным. Виктор Орбан. Он приехал вчера в Украину, в Киев, потом сразу же уехал обратно. И сегодня уже в Москве. Это же позавчера был. Он, короче, на днях. Что мне очень понравилось, как венгерское телевидение освещало эту поездку. Господи, динамическая музыка, драматические нотки, темные тона, много мужчин в камуфляже с автоматами. Все это преподносится как просто невероятный подвиг разведчика, который приехал прямо в оккупированную страну под обстрелами. Ну, понятно, что это было такое кадрирование. Как вариант, Виктор Орбан может быть таким посредником между Украиной, Россией и Европейским Союзом. Я не исключаю. Но в конце, извини, я больше чем уверен, если что-то все-таки будет подписано, а оно будет подписано, потому что ни одна война не длилась вечно. Все они чем-то заканчивались. Какими-то там договоренностями, нравится, не нравится кому-то. Ну, они подписывались. Если на этой бумаге не будет подписи, как гарантов США и Китая, то эти бумаги или эта бумага не будет стоить ровным счетом ничего. Потому что Российская Федерация не будет выполнять договоренности, которые ей не нравятся. Только лишь Китай может заставить Россию выполнить то, что она подписала. Ты вырвал у меня из уст вот следующий вопрос. Потому что Орбан окей. Орбан ездит туда, ездит сюда, всюду хмурит брови и расчесывает свой прямой проборчик. Но переговорщик или посредник в данном переговорном процессе должен быть не просто медиатором, а должен иметь силу принудить каким-то образом стороны к выполнению условий договора. Когда ты приводил пример зернового договора, посредником была Турция, обладавшая и обладающая самым сильным военным флотом в акватории Черного моря. Турция могла принудить любую из сторон к выполнению условий зерновой сделки. Кто тут может стать тем переговорщиком, который поставит свои подписи на этих двух экземплярах? Смотри, Турция в тот момент, да, действительно, сильнейший флот, Босфор, Дарданеллы, проливы никто не отменял. Это все есть. Но и выгодоприобретателям от этого экспорта зерна была Турция. Если не ошибаюсь, на третьем месте была Турция. Там и Китай был получателем. То есть много стран, европейские страны. То есть очень весомо было. Плюс у Эрдогана есть влияние свое личное, харизматичное на путинского диктатора, кремлевского диктатора. Есть только два человека в мире, к чему мнению прислушивается диктатор Путин. Это лидер Китая и президент Турции. Вот два человека. Все остальные для Путина не существуют. Министры какие-то, президенты других стран для него не существуют. Он рассматривает демократические режимы как слабые, потому что они избираются. Как, например, сегодня. Партия консерваторов в Великобритании потерпела поражение. Все, фу, все это уже все, фу, выйди вон. Ну вы такие. И вот я теорию, что гарантами выполнения договоренности, вот, например, за Украину, гарант, что Украина будет выполнять взятность обязательства, является США. За Российскую Федерацию гарантом выступает, например, Китай. Я думаю, да. Без Китая, еще раз, без согласия Китая, к сожалению, эта война не закончится. Мы с тобой и раньше говорили, что вот у Китая есть влияние на Российскую Федерацию, есть влияние личное. Потому что как Путин приседает перед Си Цзиньпинем, он больше ни перед кем не приседает, даже перед Далиной Кабаевой. Ну, уж в сторону, шутки в сторону. Влияние есть. Но Китай не заинтересован. Ему неинтересно оканчивать эту войну. Для всего мира, к сожалению, Украина, это только фигура на шахматной доске. К сожалению. Как бы нам не хотелось. Мы только фигура. Вот США играет, Китай играет. Смотри, Китай может заставить. Но он не хочет. Потому что США не предложили ему что-то интересное, что-то вкусное, чтобы он согласился. И тут вопрос не миллиард долларов, два миллиарда, десять миллиардов. Вопрос на деньгах. Здесь должно быть что-то интересное. Намного интересное. На десятилетия вперед интересное. И США, со своей стороны, пока не готовы предложить что-то большое Китаю. То есть, каждый пытается еще держать марку и как-то выйти из ситуации. Но рано или поздно она будет, скорее всего, выходить вот таким вот образом. О, последнее. Буквально на днях президент Финляндии дал интервью. Он сказал, что лидер Китая – это тот человек, который может одним звонком остановить войну. Ну, окей, я перефразирую немножко. Если не остановить, то в разы уменьшить интенсивность ведения боевых действий. Ну, вот так вот. Скажи мне, пожалуйста, я то, что наблюдаю в последнее время, говорит о том, что Китай и его влияние на Россию далеко не бесконечно. И это не то, как себе представляет 90% наших зрителей, да, что если Китай может повлиять на Путина. Си Цзиньпинь поднимает трубку и говорит, слышишь ты, пляшивый, значит, ты вот это вот сейчас сделай вот так вот, а вот это вот и поверни сюда. Ты понял меня, да? Все пока, да? Вот такого нету. Потому что Россия совершает действия, иногда противоречащие интересам Китая. Начинают размещение ядерного оружия на территории Белоруссии, заканчивая подписанием договора всеобъемлющего с Северной Кореей, который выгоден Северной Корее, потому что Северная Корея минимизирует риски полностью быть поглощенной китайским влиянием. Но это неинтересно Китаю. Скажи, пожалуйста, у тебя кот есть дома? Был. Живот какая-то. Ты же не всегда бил его, условно, по лапам, чтобы не вздумая это делать. То есть на какие-то его проделки ты смотрел сквозь пальцы, ну ладно, подумай, что-то ты ему разрешал. Но ключевые вещи, большие, принципиальные для тебя, условно, не ходить в кровати, сразу получал по шее. Вот я думаю, здесь такая же самая история. Что-то ему разрешают, на что-то смотрят сквозь пальцы. Смотри, по состоянию на 2022 год, наконец, товарооборот Китая и Российской Федерации вырос во время войны, потому что там уменьшились поставки газа в Европу, там эмбарго, санкции. И он составил 190 миллиардов американских долларов. По 2023 году это 240 миллиардов американских долларов. Российская делегация просто как на работу ездит в Китай, пытается впарить свой газовый поток «Сила Сибири-2». Китай уже дважды сказал, ребят, ну сами строите, сами инвестируйте и предлагайте нам газ как для внутреннего пользования. То есть, на секундочку, внутреннее пользование по цене, а не «Газпром». «Газпром» идёт, помнишь, ещё лет 10 назад, там шутки были, купился немножко акций «Газпрома» и обеспечил себя на всю жизнь. Всё, всё, нету такой истории. «Газпром» – это убыточная организация. Поэтому я уверен, что Китай может задавить Российскую Федерацию при желании и может надавить. Потому что вот ещё сегодня появились новости о том, что Китай ввёл очень серьёзные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию большого номенклатуры товаров, разнообразнейшей электроники, для ВПК, для всего, там масса вещей. И вот российские импортеры жалуются, что если раньше досматривала китайская сторона один из 50 контейнеров, то сейчас каждый, каждый контейнер был досмотрен. Схемы ломаются, серые схемы, чёрные схемы, они ломаются. Время идёт, а товары не поставляются, платежи блокируются. То есть, я не знаю, что мы можем очень сильно проиграть. Плюс, сюда накладывается история с такими, ну это не интервью, да, это, по-моему, интервью будет. Нет, заявление от Олега Дерипаски, крупнейший бизнесмен России, Герман Греф, это Сбербанк, где они все про экономику, ой-ой-ой-ой-ой, что-то им экономика очень не нравится, всё плохо. Дерипаска говорит, что лет через 12 мы сможем вернуться, лет через 12, после настойчивого труда, не кровопролитного, очень-очень тяжёлого, потливого труда, мы сможем вернуться на показатели 2007 года. Российская Федерация выставляет в качестве условий, ну опять же, это через Дмитрия Гордона было озвучено, мы не знаем, насколько это правда, но вот он перечислил один из пунктов, полное, полнейшее снятие санкций с Российской Федерации в технологической сфере, то есть катастрофические санкции всё-таки мешают жить Российской Федерации. Понимаю, и ты думаешь, что Китай может давить через подобные штуки. Ты, кстати, думаешь, что вот это ограничение в торговле связано с подписанием Российско-Инского договора? Вот не готов сказать, возможно, связано с политикой США. Они же вот неоднократно там давили, обращались к Банкам Китая, что мы будем блокировать ваши счета, не будем пропускать ваши оплаты. Окей, сразу возвращаемся к цифрам. Давай так, это, по-моему, по состоянию на 22-й год. Ну и 23-й, приблизительно такие же цифры. Товарооборот между Китаем и Соединёнными Штатами под 600 с копейкой миллиардов американских долларов. С Европейским Союзом приблизительно такая же цифра. Я могу быть немножко не точным, но где-то приблизительно так. То есть 600 миллиардов с Европейским Союзом, 600 миллиардов с Соединёнными Штатами Америки. Представляем себе, если США идут действительно, извини за жаргон, в зарубу с Китаем. Я думаю, что Европейский Союз, окей, не весь, но частично поддержит Соединённые Штаты и тоже там будут уменьшать товарооборот. Куда Китаю продавать такое количество товара, которое он продавал раньше в Европу, в Соединённые Штаты Америки? То есть, действительно, это будет ломаться. Я думаю, что Китай сейчас-то пока невыгодно, чисто из-за цифры. Да, там есть другие вещи, меркантильные, идеи. Есть же много программ, которые Китай реализовывает. Один пояс, один путь. Военно-гражданская инициатива, по-моему, два. Там есть любимая игрушка Си Цзиньпина в последние несколько лет. Это вот это построение прекрасного и справедливого образа будущего и мира будущего. Такая расплывчивая. Там есть три большие программы, я просто не вспомню, как они называются. Один из них, это Киев, один пояс, один путь и ещё там две, которые реализовываются Китаем. Если этого не будет с кооперацией между странами Западной Европы, то он, получается, ограничит себя, он станет замкнутым. То есть, мне кажется, это невыгодно для Китая сейчас. А как ты думаешь, для Украины переговоры с участием посредников и вот таких гарантов выгоднее, чем, возможно, переговоры напрямую? Выгодно с посредниками, потому что Российская Федерация не выполнит взятые на себя обязательства. Мы помним Дебальцево, мы помним Минск, мы помним Будапешт. Они выполняют ровно столько, сколько им выгодно. В какой-то момент невыгодно, сразу начинается обвинение, это всё вы виноваты. Это правило, как в песочнице. Помнишь, как в детстве? Это не я, это они. Вот и всё. И песком в лицо. Вот и всё. Ты упомянул о том, что должны стоять подписи гарантов. То есть, Китая с одной стороны и Соединённых Штатов с другой стороны. И ты упомянул о зарубе, которая возможна между Соединёнными Штатами и Китаем, по крайней мере, в экономической сфере. Надеюсь, что не в военной. И тут мы подходим ко второй теме, которая у всех сейчас на слуху. Это выборы в Соединённых Штатах. Очень много идёт информации, волн со стороны демократов о том, что Байден должен отступить с другой стороны. Информация от Байдена говорит о том, что ребята, мне просто нужно выспаться, поэтому после 20.00 встреч мне не назначайте. Но я смогу, я лучший. Как ты думаешь, что вот в этих волнах политтехнология, а что на самом деле реальность? Так, смотри, действительно, у Байдена было много вот таких вот проколов, проколов, каких проколов, где, ну, видно, что возраст берёт своё. Мы не знаем, как мы будем выглядеть с тобой в его возрасте, ну, абсолютно не знаю, как будем себя вести. Я видел его кинохронику, когда он там ездил в Советский Союз ещё, приезжал с Андреем Андреевичем Промыковым, встречался это видео, мне нравится очень. Очень деловой, активный, живой. Ну, понятно, что возраст берёт своё. Даже сейчас, я видел, по-моему, это были не дебаты, а, по-моему, выступление его в Сенате по поводу помощи Украины. Очень активно. И по поводу границы, да, 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 было роскошно. Да, очень активно, его там хейтили, там, фу, а он выступает нормально. То есть, мне кажется, что у него есть такие моменты, когда всё ок, ну, моменты какие? Когда он не устал, когда он активный, а ближе, скорее всего, к вечеру, ну, он устает, и он уже начинает теряться. Или когда большие перелёты, вот я вспоминаю себя даже, когда длинный перелёт, ты выходишь просто, ты как овощ, ты не можешь там двух слов связать, и ты начинаешь теряться. Соответственно, когда тут эти джетлаги, часовые пояса, это действительно всё тяжело. Ну, поэтому, я думаю, что там не такая уже большая беда с этой историей. Кстати, потом уже были проведены после дебатов замеры общественного мнения, и там, как бы, ну, падения не было. Вообще. Точно такое же падение было у Трампа после признания его виновным по 34 пунктам обвинения. Такое ощущение, что каждый из сторон определит, это мой кандидат, а это ваш кандидат, всё, и мне по барабану, что вы там думаете. Есть люди, которые голосуют в противовес кому-то. Люблю Трампа, ненавижу Байдена. Нет, не люблю Байдена, проголосую за Трампа. И наоборот. Да, да. Поэтому мы посмотрим, конечно, чем оно закончится. Но я не думаю, что какая-то критическая большая проблема есть с Байденом. Смотри, очень многие исследования в Соединённых Штатах, у них же вообще, в принципе, вся политтехнология построена исключительно на цифрах, как о постоянных замерах мнений вплоть поштатно, да. Очень многие говорят, что по большому счёту все, кроме Камалы Харрис, кто может прийти на замену Байдену, они Трампа по большому счёту побеждают. Почему тогда дедушку не отпустить на бейбиситинг? Ну, есть же много сил, которые его окружают, которые хотят видеть его. Смотри, я не хочу сейчас хейтить американскую политику. У них своё есть, но такие двое очень аккуратные аналогии. Очень аккуратные. Это похоже на избирательную кампанию в Российской Федерации 1996 года. Когда помнишь, Борис Ельцин. Голосу или проиграешь? Да, да. Второй раз, да. Коммунисты. Он тоже морально-волевых уже выходил на второй срок. А потом кто-то управлял. То есть я не сторонник думать, что кто-то там будет управлять США. Там есть своё вот это дип-стейт, глубокое государство. Но пока как-то очень аморфно, но оно выглядит вот так. Да, он не наступает на пробку, как Ельцин покойно наступал. Он очень любил выпить. Но здоровье действительно уже не то. Я думаю, что окружение его держит. Давай, давай, давай двигаться вперёд. Там как-то разберёмся, справимся. Окей. Как ты думаешь, трамписты в случае проигрыша Трампа, а он возможен, потому что они идут на здравый моздрюк. У обоих практически одинаковый негативный рейтинг. А могут устроить в случае проигрыша Трампа какую-то бучу? В особенности, если их будут подогревать соцсети из Петербурга. Капитолий 2.0? Может быть. Вот штурм Капитолия, капиталистское успешное. Да, штурмовали сразу после проигрыша от Дональда Трампа в прошлый раз. Штурм было. Сколько людей-то посадили на серьёзные сроки и всех нашли. То есть я думаю, что правоохранительная система США уже будет готова к этим моментам физически. Но никто не может быть готовым к тому, что Российская Федерация, используя американские технологии, американский софт, американское железо, на американском макбуке, через американские соцсети будет подогревать американских граждан на то, чтобы там «иди, захвати, у тебя украли твой голос». То есть это может быть, это в прошлый раз Российская Федерация тоже подогревала, там, по-моему, десятки миллионов комментариев было выпущено в тот момент российскими кремлёвскими ботами. Но тогда нужно отдать должное, у россиян в активе была ферма «Пригожин», бота «Ферма Прригожин». Она же осталась сейчас? Её разорвали. Вообще этот фан, Федеральная агентство новостей, она прекратила своё существование. Она же работала исключительно для одного потребителя, для Евгения Прригожина. То есть ему хотелось видеть, это его такое копьё было, он там штрикал, кого хотел. Хочет там губернатора Петербурга бегло, ещё кого-то. И он ещё очень сильно этим гордился. Сколько я знаю, что эту медиа-империю развивали на части, кто себе забрал, по 10, по 15 человек, они разбежались. Но, насколько я знаю ещё раз, вот такого большого конгломерата, такой большой махины уже нет. Хорошо. Демократы со своей стороны. Там же тоже есть достаточно много активных граждан, которые не чужды силовых методов. В конце концов, вспомним тот же БЛМ. И прочие активисты, которые там, по большому счёту, многие из них поддерживали демократов. Демократы в случае выигрыша Трампа. Могут ли дойти до какого-то активного противостояния избранному президенту и его политике? Давай так я буду очень осторожным. Мне кажется, нет. Ну, ещё раз, я не американист. Я вот так не живу в Соединённых Штатах, чтобы быть глубоко погружён в эту политику. Но, по крайней мере, отсюда, из Киева, я вижу, что, скорее всего, такая история невозможна. Почему такой большой накат? Потому что Дональд Трамп, если в случае его победы, почему такое напряжение, в случае его победы, он может стать, получить диктаторские полномочия. Действительно, диктаторские полномочия, потому что Сенатом, по-моему, его, представителю его, даже Верховный суд, там 9 судей Верховного суда, и там уже соотношение, по-моему, 7 к 2. То есть 7 республиканцев и 2 демократа, то есть, ну, судьи, то есть там все время он может протащить любое решение. Плюс он хочет этого ещё, давай так, самое главное. Да, но есть с другой стороны, что есть с другой стороны? Есть правоохранительная система, которая работает не на президента, а там из-за идеи. Кстати, вот по правоохранительной системе, я тебе скажу такой пример, чтобы твои уважаемые зрители обратили внимание. Буквально там лет, по-моему, до 10 назад был один из замдиректора ФБР, и он был уличён в том, что он сливал прессе информацию там, ну, там, расследование, ну, такое, как, в принципе, как у нас, он там сливал. И что ты понимал, ему оставалось до выхода на пенсию 21 час. Уволили к чёртовой бабушке без пенсии. То есть для понимания, ну, казалось бы, ну, у нас, знаешь, да ладно, чёрт с ним уже, ну, там осталось меньше суток. Уволили. То есть там есть, конечно, правила вот этих глубинного государства, когда они держатся, когда они не позволяют кому-то там захватывать власть. Есть правоохранитель, есть пресса, которая действительно в случае поползновения к диктатуре, она может там разорвать вдоль и поперёк. Ну, с другой стороны, два года у Дональда Трампа могут быть перспективны, как такие вот... Смотри, сейчас... Сейчас Соединённые Штаты, избирательная кампания, из-за Байдена, спящая, да, спящий красавец, из-за Трампа с его абсолютно каким-то феерическими заявлениями и враньём бесконечным переходит в состояние хаоса. И, ну, я не думаю, что Путин упустит возможность этого хаоса, этим хаосом воспользоваться. Да? Как ты думаешь, будет ли это? И даже конкретизирую, может ли Путин, пользуясь этим хаосом, устроить гибридное вторжение на территорию стран Балтии для того, чтобы показать бессмысленность пятой статьи и НАТО вообще в принципе? Давай так. Гибридность вторжения не исключаем. Вероятность его близка к нулю, потому что все силы Российской Федерации сейчас в Украине. Как ни крути, вот этот длинный вот хобот Российской Федерации, он плотно зажат в украинских дверях. И вытянуть его оттуда очень тяжело. Да, теоретически можно вытаскивать какие-то свои подразделения, например, сделать ограниченное вторжение. Я не хочу пугать твоих зрителей из стран Балтии, но гипотетически можно где-то к Нарве подойти, что-то там, Нарвская народная республика. Одна дивизия, условно говоря, там же многое не надо. Да, там на 5-6 километров, то есть не обязательно всю Эстонию захватывать. 5-6 километров и показать, что вы слабаки. В принципе, можно повторить историю, как они сделали в Харьковской области. Зашли вот там в Волчанск, городок, о котором знали только сами жители Харьковской области, и то не все, наверное. Сейчас знают о нем все. Может быть такая история, может быть. Не забываем про Беларусь, которая вот со своим новым начальником генерального штаба трясут ядерной дубинкой, мы тут жахнем. Хотя чем вы там жахнете, я интересуюсь спросить. Или прорубим коридор. Это все может быть. Да, вот эта вот турбулентность в американском правительстве может спровоцировать Путин воспользоваться ситуацией. Сто процентов он будет подыгрывать через там соцсети, там RT, купленные журналисты, купленные лидеры мысли, лидеры мнения в Соединенных Штатах. Например, полковник Блэк, он бывший сенатор, полковник армии США. На Russia Today он постоянно появлялся. Персонажи как герой эпохи ВИЧС Стивен Сигал. Такие ребята будут. Какие-то там западные комментаторы Соня Вандерэнда из Нидерландов. То есть, эти все ребята будут. Вопрос, насколько американцы будут готовы блокировать резко вот эти все поползновения, насколько готовы алгоритмы и правительство, я не готов сказать. И насколько Европа будет готова активно противодействовать в прямом смысле этого слова согласно пятой статье. Как ты думаешь, насколько сейчас Европа будет готова, учитывая то, насколько Европу шокирует перспектива прихода Трампа. Пятая статья имеешь в виду? Да. 0,0. Вообще, от слова совсем. Смотри, здесь больше такое, вижу аналогию, колхоз. Вот, к сожалению, НАТО это большой колхоз. Я уверен, что у тебя есть тоже опыт работы в большом коллективе. Чем больше коллектив, господи, чем больше чат, тем труднее обсуждение. Кто-то кому-то нравится, кто-то читает, но не отвечает. Всех собрать в одну кучу не получается. То есть, намного эффективнее управлять маленьким коллективом, которым ты четко знаешь, ты с каждым работаешь. И вот я уверен, что Альянс, он не проголосует. Есть Виктор Орбан, есть Фиццо, есть Турция. Если одна из стран не проголосовала, пятая статья не активируется. Вспоминаем сразу, один раз в истории Альянса была она активирована. Это 11 сентября, 2001 года. Против кого? Против Талибана. Где он тут Талибан? Против Российской Федерации, где 6 тысяч ядерных боеголовок, я думаю, никто не захочет активироваться. Ну, то есть, смотри, тогда, по большому счету, получается, что вероятность того, что Путин воспользуется хаосом в Соединенных Штатах и устроит гибридную агрессию, она наоборот крайне велика. Потому что согласно наших же с тобой размышлений сейчас, Путин всегда пользуется моментом, когда он считает противника слабым. Так было с Украиной в 2022 году. Путин считал, что в Украине слабая власть, Путин считал, что в Украине слабая армия и общество, которое не готово сопротивляться. Поэтому он напал. Да, то есть, получается, что сейчас у него складывается приблизительно такая же ситуация и с Прибалтикой. Он уверен, что Европа слаба, он уверен, что НАТО не введет в действие пятую статью, если начнется гибридная агрессия в сторону Нарвы. Ну смотри, в первую очередь он рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки слабые будут в поставке боеприпасов в Ницей Украине. Вот, вот это в первую очередь. Потому что Вашингтон, пригород Вашингтон, Нью-Йорк, Нью-Джерси захватывать никто не будет. никто не поедет туда. Другой вопрос. Окей, он видит, что НАТО слабая, Европа слабая. Да и Россия слабая. Россия уже не в той кондиции, какой была. Это такой себе алкоголик в семейных трусах, который размахивает шампуром, говорит, я вот сейчас порежу. Вот это шаулинский мастер такой. Сил там тоже особо нету. Если бы силы были, то было бы продвижение намного активнее на украинских фронтах. Но их же нету, слава Богу, благодаря украинской армии по ставкам действительно западных стран. Балтия это видит. Они тоже пытаются там зацементироваться, забетонироваться, эти капанированные траншеи делают. Я понимаю, что соблазн большой, но вопрос, а чем? И действительно, для Путина большой риск. Окей, если он попробует начать что-то там, например, возле Нарвы, забирать какие-то свои силы, там нужны и ПВО, и какая-то авиация, люди боеспособны, их нужно где-то забрать. Это будут не мобики, это будут какие-то элитные силы, которые остались после первых попыток вторжения в Украину. Военный развед, какие-то ФСБшники, какой-то там спецназ армейский, его нужно забрать откуда? Из-под Торецка, из-под Часового Яра, где-то забирать надо. Кстати, вот как ты думаешь, мы знаем, что скандинавы и балтийцы это наиболее активные противники Путина сейчас в НАТО, и наиболее активные помощники Украины в этой связи. Как ты думаешь, пятая статья, она что-то очень интересная, кто может, тот тем и помогает. Практически так написано в пятой статье. Как ты думаешь, финны, у которых теперь граница с Россией, одна из самых больших, в случае гибридного вторжения в Эстонию, финны, шведы, датчане, норвежцы, насколько они будут активны в помощи непосредственной, в имплементации пятой статьи в реальность? Давай так, мое личное мнение, я думаю, что по десятибальной шкале, я думаю, процент, ну, восьмерка, где ноль, это вообще ничего не предпримут, восьмерка, будут принимать активные действия. Я тебе скажу даже больше, в свое время Норвегия распродала свои оборонные объекты, вот там, скалах, ну, чем оно нам, неудя, продавали, там, какие-то кафетерии, какие-то рыбалки, вот эти вот туристические моменты все, сейчас они делают все по-новому, рубят, рубят, рубают, прорубывают в скалах, вот эти все моменты, выкупают, это я видел, да, и выкупают, и авиацию размещают, F-35, то есть, они действительно готовятся, после, помнишь, буквально месяца два назад, Министерство обороны Российской Федерации вышло там с инициативой, а давайте мы тут границы пересмотрим, в Балтийском море, внешние финские острова, там 20 штук, да, пустынные, там никого нету, это такие, они туристически заброшенные острова, страны Балтии и Скандинавы напряглись, о-оу, то есть, это серьезная заявка, это, я больше чем уверен, что финны придут на помощь Эстонии, по крайней мере, как минимум, это с перекрытием Балтийского моря, я думаю, это не выйдут. Перекрытие Балтийского моря, какие-то операции на своей границе, связанные с Россией, для того, чтобы оттянуть какие-то силы, насколько я понимаю, вот это вот и будут те страны, плюс Германия, плюс Франция, плюс Польша, которые смогут, ну, слушай, они на самом деле уже сейчас, ястребы, да, вот все, кого я перечислил, они уже сейчас говорят о том, что мы впишемся, если будет необходимость использовать пятую статью. Они понимают, что если Российская Федерация наступать будет, они понимают, что они будут под оккупацией, есть группы, созданы территориальные обороны, которые имеют четкие задачи, к сожалению, у нас наступали, но у нас не было четких задач у партизанских групп, что делать? А у них все есть, оружие у них есть уже на местах, даже тебе больше скажу, у них уже тогда, на вооружении территориальной обороны были жевелины, жевелины, и тактика была какая, у территориальной обороны в каждом районе есть там определенное количество джипов, внедорожников, гелендваген, значит такая, мы, говорит, по лесу, наши там двое-трое человек, едут на этом внедорожнике, останавливаются, подползают, видят российский танк, выстрел, бросили этот тубус в машину, и по газам снова к себе в родное село, взяли новый боеприпас и поехали, то есть тактика вот этих вот тысячи порезов, тысячи укусов, она бы тогда внедрялась. Спасибо тебе огромное, в любом случае, да, времени до осени остается все меньше и меньше, и действительно, вот просто для Путина это может быть еще одна возможность усилить свою позицию на будущих переговорах, о которых мы с тобой с самого начала говорили, это вот показать всему миру несостоятельность НАТО, в смысле использования пятой статьи, возможности защитить своих же членов от подобной какой-то гибридной агрессии. Но, опять же таки, и на старуху найдется проруха, один раз уже нашлась в Украине, будем надеяться, что найдется еще одна проруха в Прибалтике, это будет такая. Проруха размером с черную дыру. Спасибо тебе огромное, береги себя и до встречи. Спасибо, Береги себя, пока-пока. Береги себя, пока.